Дагестан 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 Учание школы Рафик Гаджиев покинул пределы Дагестана и уехал учиться в Ставропольский край. Закончил сельскохозяйственный техникум, затем Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Сегодня все профессии очень достойные, благородные. Цель сельского хозяйства – это выполнить продовольствие нашу программу, накормить наш народ качественным, хорошей продукцией. Поэтому я остановился на сельском хозяйстве. В 1990 году Рафик Гаджиев приехал работать в Гомельский район, в колхоз имени Кирова. Начинал с должности заместителя председателя по животноводству. С 2000 года на протяжении 5 лет работал председателем колхоза «Красный маяк», после чего 9 лет возглавлял гомельскую птицефабрику. А с марта 2015 года Рафик Гаджиев – директор открытого акционерного общества птицефабрика «Рассвет». Под руководством Рафика Рамиевича птицефабрика превратилась в современное предприятие, на долю которого приходится порядка 30% областных и 5% республиканских объемов производства птицеводческой продукции. За 2017 год на фабрике произвели 21,5 тысячу тонн мяса. «Рассвет» еще имеет свое отделение в Светлогорске, где мы производим Светлогорскую площадку, 10 тысяч тонн мяса, головное предприятие здесь «Рассвет» 11 тысяч. И мы имеем в Рогачевском районе старое село, родительское стадо, там где мы получаем яйцо, затем инкубируем в инкубаторе и производим мясо. За время работы Рафика Гаджиева на предприятии произведена большая реконструкция. Только в Светлогорском отделении сегодня функционирует 16 птичников. Если в 2015 году там производили около 3,5 тысяч тонн мяса, то сегодня 10. В перспективе планируют увеличить производство еще на 2 тысячи. Появились в Светлогорском отделении также новый убойный цех и котельная. А в деревне Прибытки Гомельского района в декабре 2017 года в бывших коровниках закончили реконструкцию под птичники. В каждом птичнике у нас находится по 25 тысяч голов птицы. В год мы получим 600 тонн мяса. Вот сегодня идет выращивание птицы, им уже 25 дней. Сохранность за 96%. И прошлую партию мы получили где-то 57 грамм прывеса. Открытое акционерное общество «Птицефабрика Рассвет» является предприятием по производству мяса птицы по принципу замкнутого цикла. Первый этап начинается в отделении Старое село Рогачевского района, где расположен племь-репродуктор для содержания родительского стада, оснащенный по последнему слову техники современным оборудованием европейских производителей. Далее инкубационное яйцо поступает в инкубатор, расположенный на центральной производственной площадке в деревне Песочная Будо Гомельского района. Этот цех начал свою работу в 2016 году. До этого птицефабрика имела инкубационный цех мощности 8 миллионов яиц в год. Но с учетом ввода новой площадки Светлогорска, Якимовой Слободе, где сегодня производство мяса доходит до 10 тысяч тонн мяса, мы были вынуждены выпустить вторую линию нового инкубационного цеха. Здесь у нас стоят 6 шкафов инкубационных, каждый шкаф вводит 78 600 тысяч яиц. Мы находимся в одном зале, где сегодня вводятся наши суточные цыплята. Сегодня вывели 50 тысяч голов цыплят, вот вы видите, вот только что вывели их. И сегодня мы их отправляем в зал сортировки. Следующий процесс – это выращивание цыплят-бройлеров методом напольного и клеточного содержания на оборудование европейских производителей по современным технологиям с применением компьютерного управления всеми процессами выращивания птицы. Далее бройлеры поступают в цех убоя и переработки. Наш цех убоя производительностью 3000 голов в час. Занимаемся убоем птицы и переработкой. У нас не глубокая переработка, просто тушка разделывается еще на полуфабрикаты. То есть в торговлю поступает целая тушка и полуфабрикаты в виде частей тушек. Поступают в охлажденном состоянии, в замороженном, но большим спросом, конечно, пользуется охлажденная продукция. Где-то 20% продукции мы разделываем на полуфабрикаты. Помимо торговой сети, продукция цеха убоя поступает на переработку в собственный колбасный цех для изготовления различных видов колбас, пельменей, котлет, копченостей. Ассортимент выпускаемых здесь изделий содержит более 200 наименований. У нас хоть и небольшой цех, но продукции мы выпускаем много. В месяц где-то выпускаем 200 тонн. У нас 70 наименований колбасных изделий. Помимо гид, еще полуфабрикаты. Ну, колбасные изделия, значит, колбасы вареные, варено-копченые салями, сыровяленые, рулеты. Ну, большой ассортимент. И очень вкусно. У нас качественная продукция, натуральная. Мы стараемся покупать и добавки более натуральные, чтобы детки маленькие кушали сосиски, сардельки. Два года назад в птицефабрике «Рассвет» было присоединено отделение «Климовка». Молочно-товарная ферма насчитывает около 900 голов крупного рогатого скота. При присоединении удой на корову составлял около 4000 литров молока. Значит, за прошлый год мы надоели 8-950. Значит, не хватило чуть-чуть до 9000 удоя. Здесь находится 300 голов удойного стада. Значит, у нас среднесуточные привесы составляют 750 грамм. Значит, сохранность стопроцентная. И на сегодняшний день удой фуражной коровы составляет 25,5 литра молока. Все молоко у нас идет классом «Экстра». Работают здесь, значит, два человека. Всего обслуживает 300 голов удойного стада 5 человек. Работают два через день два. Значит, средняя зарплата у удоярки сегодня составляет 850 рублей. Значит, справляется нормально, хорошо работает. Предприятие имеет 5800 гектаров земли. Из них 5400 занимает пашня. В 2017 году воловой сбор зерна составил 14 тысяч тонн. Рафик Ромеич, Вы говорили о том, что есть пассивные площади, которые относятся к предприятию. Насколько удается самим себя обеспечивать? Ну, на сегодняшний день наш фабрикосвет у нас занимает, значит, зерновые 1600 гектаров. Значит, из них 1200 гектаров зимы клин, 385 – это яровые. Значит, ну, с учетом зерна и кукурузы мы себя обеспечиваем в пределах, значит, сродка процентов. Выпускаемая продукция реализуется через торговую сеть фирменных магазинов «Жар-птица», включающих в себя более 40 торговых точек по всей Гомельской области. Все магазины и павильоны предприятия оснащены современным холодильным оборудованием и системой кондиционирования. Одним из главных направлений работы птицефабрики является предоставление покупателю продукции высокого качества и обеспечение соблюдения температурных режимов в процессе перевозки, так как доставка продукции в магазины осуществляется собственным транспортом ежедневно. Покупатели довольны и оставляют положительные отзывы. Как едем на дачу, обязательно заезжаем сюда и покупаем продукцию. Нам очень нравится все. Здесь все в магазине хорошее, здесь все есть. Мы обычно заезжаем, все покупаем и едем сразу на дачу. Заслуги Рафика Гаджиева в успешности дел на птицефабрике «Рассвет» немалые. Сильные стороны белорусского кавказца – это трудолюбие, открытость, отзывчивость, внимательное и уважительное отношение к людям. Коллектив это чувствует и не скупится на добрые слова в адрес своего руководителя. Надежда Адамовна Ермоленко работает на предприятии уже 22 года. Говорит, общаться доводилось с разными директорами. Нынешним руководителям она особенно довольна. К нему по любым вопросам подойти, что-то про это никогда не проигнорировать. Всегда возьмет на заметку, всегда уделит внимание, всегда с тобой пообщается, всегда придет нам полыбается, спросит про нас, как у нас здесь дела. У нас руководитель весь в производстве, он уделяет большое внимание, он работает практически вообще без выходных, он старается понять и человека, он как и человека, я считаю, что он заслуженный руководитель, и человек года, потому что все от его, как говорят, что все начинается от руководителя. Он понимает и человека, он и подскажет, и поможет где-то что-то. У нас достойный руководитель, мы им гордимся. Отзывы тех, кто знаком с Рафиком Ромеевичем, еще раз подчеркивают особенности его дагестанского характера. Он человек широкой души, для него важна каждая деталь, чтобы на выходе все максимально было приближено к идеалу и гармонии. Рафик Ромеевич, что для вас, как для руководителя, самое важное в работе с коллективом, чтобы результаты были на должном уровне? Это дисциплина производственная, чтобы каждый человек, начиная от рабочего, окончая специалистов, он должен знать свои обязанности. Это порядочность каждого специалиста, это выполнение поручений, которые дает руководитель, потому что всегда эти вопросы на контроле. В целом мы работаем нормально, стабильно, без срывов. Рафик Ромеевич, а в чем вы видите свою главную задачу как руководителя? Главная задача сегодня, конечно, экономика, чтобы мы производили хорошую, качественную продукцию, чтобы кормовая единица была, соответственно, ниже, ну, соответственно, сохранность птицы соответствовала своим нормативам. Мы сегодня имеем где-то 96% привесы, значит, среднесуточные, свыше 55 граммов мы получаем в сутки. Поэтому вот это задачи, которые поставлены мной. Рафик Гаджиев знает, что быть руководителем – это ответственное дело. Нужно знать все и вся. Но вместе с тем понимает – один он мало что сможет. У дагестанца Гаджиева в крови стремление к сплоченности. Он понимает силы руководителя в хорошем коллективе. А это профессиональные специалисты и просто честные и порядочные люди. Рафика Гаджиева окружают именно такие люди. А потому, считает он, и почетное звание «Человек года» – это заслуга всей птицефабрики «Рассвет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова